Вот так надо, руки кобыли. Вот так. Руки кобыли. Не секрет, что львиная доля наших поклонников – это люди, увлекающиеся различными тандрышескими учениями, и которые посвятили всю свою жизнь поиску неизведанного, да, это практические маги, типа Кроули, ну этот Альберт или Альстер, который духов изгонял ее наркот, этот Кроули, а сейчас яйцо, да, это, Гловацкое, потом еще какой-то... Ен-то все, кругы наши интересы. Ну вы, ну, ну как, ну, недавнешний. О, шагеный, недавнешний вычерный. Гэта, раньше, раньше все они изучали гэнного. Заратустру гэнного. Да. Камфуцу. Вот учили-учили этот редактор. Мы изучили, получили. Один Камфуц. Получим мы, да. Вот говорим же, у всех, у Юра Николаева, у Пельшера, говорим, уже давно стоить и идет... И идет без шестра. И идет без шестра, да. Сделайте ли, а мы тебе будем говорить. Ну где тут вы говорите? Ну, вот. И гэны, мистические познания, они нам помогают... Дыхание, кстати. Это да, это я сейчас перестраиваю. Он перестраивает дыхание, потому что дыхание, он их 8 где-то кругом. 8-11, да. А они те, кто уже просветлющие? А знаете, как определить, просветлющие или нет? И вот если в тебе внутренний голос уже не говорит, значит, ты просветлющий. Или говорит, но только когда ты захочешь. Если ты его убил. Да. Или говорит, да. Или когда... Когда ты его доставишь. Или когда внутренний голос говорит слух. Это ты тоже просветлющий уже. Светлой хорошо. Он вообще же не замолкая. Бывает такое? Бывает. Вот просвет... Некоторые мистические говорят, что пить, потреблять, это со... Не то я. Не то я. Это суета. Надо сесть на балконе и взглянуть в свой корень. Да. Вот тут и... Ну, это тоже немногим нравится, на это глядеть. Короче, надо... Надо просто болющий чубочек. На его надо глядеть, пока не получится. Некоторые делают практики. И тот же вот глядеть. Берешь и на две недели у заполь. Ну... Все. Да. Кругом чма. Жена ушла. Чма. Ободы выгнали. Обои... Попалились, да. А потом все. А потом раз... Берешь, да. И вот два дня надо полежать. Лучше просто не снять, потому что... Ну, или одеть. Снять или одеть. Чего-нибудь снять, а чего-нибудь одеть. И просчитывание где-то в 4-5 утра приходит. Когда понимаешь, что уже весна не было и не будет. А ларок еще не открыт. Да. Вот это 2-3 часа настоящего просчитывания. Все. Тут уже хочешь памфлет оглачь. Хочешь баранушку дайдать. Хочешь каосшик. Хочешь ночной задумки деда. Борис, заберешь, шипай. Да. Какой ичи, когда колочит так, что диван трещется. Вот тоже бывает просчитывание. Так вот. Сома хотели рассказать про одного нашего мистика, которого мы хотим явить миру. Это Виктор. У него имя Виктор, что значит победитель. И он подчинял на это и дела. На победителя. А погонял, или как говорят, погремуха, дуплет. Дуплет был его. Да. Потому что он все время делал дуплы. А он у носу. Не у носу, в деревьях у носу. А здесь стоян. У носу. Да, и он у носу себе. И он очень любил дупло. Вот он зубы сам себе вырывал специально, как было дупло. Ну да. И не давал вставлять. И языком. У него дупло. Это начало вечности. Да. И он считал, что вообще не млечный путь, а черная дыра. Дупло. И он поклонялся саким черным дырам. Его, извиняемся, даже вокруг унитаза, и он даже какие-то цветы рассадил. Ну, сака, это уже... Да. Это у него, когда он уже полностью ушел в учение. Да. Вот. Не, а сначала безобидно. И он делал в лесу. Дрелью ходил или этим, кернером. Кернера выбивал. А потом научусь, он себе железные ногти такие сделал. И имя делал. С крабов, да. Или с ним делал. А вот думали дятлы, дятлы, да. А это это... А он первое его в подушке накидает, чтоб на его не думать. Да. Подкинет яид, его только заловили с чем, что... Во время с ознаком качества были стоять. Вот. Лесники его поедем вылавливали. Вон их дупло. И том, он занимался мистикой. И он жевал липу. Да. Гладил смолу. Обчирался ей смолой лесной. А потом ходил по всей деревне, и ему давали поесть. И мычал. Да, и он как-то так мычал, сока-сака. Сделал себе из этих... Из засушенной рыбины, сделал себе чётки, так вот он ходил. Ну, так ходил, да. Кидал в мешочки у каких-то. Прическа, мы там молчим. Молчим. И он сам себе садовыми ножницами себе. Почикал, да. Почикал, где-то с кожей прямо. Со скальпелем. Да, а занавеску в клубе спёр желтую и сделал себе такую вещь. А ещё он первый раз, когда его, помнишь, в больницу попал, потому что он с нашей группы, срок у нас группа, называется срок. Первый срок, называется группой у нас. Мы пока что чужие только поём песни. Вот. И он с большого барабана бубен сделал. Да. А трезал... Былой отпилил, да. Там такой был рмив барабаны. Эти, как они, западные, фирменные, рыжские. Ну, вот. И он с колотухой ходил, поим, что какой-то шаман делал. Вот. Тогда мы его первый раз заловили. Вот. И генный дупло, и он потом так придумал такой опыт, что садишь и мхом вырастаешь. Да. И он в каком-то дупле у нас дорос. Мы до сих пор его найти никак не можем. Не, ну сейчас его увидели, говорят, по грибы ходили. Говорят, что он же не активничает, он просто сидит, улыбается. Ну, и он про этого начитался в дупле. Ну, про этого, который рыж потом ел по одной. Короче, он перешел на то, что ему говорят, что одной картофелиной сырой хватает на целый день. Чтобы его... Организм... Да. А вся остальная еда, и он считает, что это все так. Ну, ни к чему. Ни к чему. Мы вот не успели про его чевору рассказать. Только про практику. А про чевору, кто интересуется этими мищиками. Давайте... Напишите, да. Общаться через... Генн. Дуже, кстати, не что-то в голове заговорил. Это же редактор начали.